Всем привет! Вы на канале Катман Боксинг. Я Виктор Тихановский. И сегодня со мной делают видео Николай Терехов. Это кулачный боец. Это боец топ-дога на голых кулаках. И мы сделаем сегодня тейпировку для ММА, потому что Николай связан с ММА. Ну и заодно мы не делали давно таких тейпов. И, собственно, начнем? Да, поехали. Расскажи мне, как ты попал в топ-дог вообще? Так, в топ-дог я вообще попал очень интересно. Все началось с того, что я отправил свою заявку, после которой мне дали неточный ответ. Сказали, что не попадаю я, потому что все участники в легком месте набраны. Сказали, что я у них в резерве. И сказали ждать. В общем, я ждал, ждал. И мне никто ничего не писал. И мой земляк Герман Скобенко, который был в прошлом выпуске у тебя. Да, Герман Скобенко был у вас тоже в гостях. Вот. Скинул мне приглашение на конференцию топ-дог. Я приехал на конференцию. И там, когда задавали вопросы, я задал несколько вопросов и заявил себя как бойца. Сказал, что готов выйти на замену, если вдруг кто-нибудь слетит и так далее. Но меня рейхбист сразу не... Как это сказать правильно? Не подтвердил. Не учел во внимание. С виду я выгляжу как маленький мальчик. Вот. И мимо ушей все пропустил. В итоге 11 февраля я с утра просыпаюсь. Делаю себе овсянку. И мне приходит сообщение от матчмейкера в Телеграме. Привет, сколько ты весишь? Я ему говорю, сколько вешу. И он мне говорит, готов ли ты выйти сегодня на замену? Я недолго думая, позвонил тренеру. Начал с ним разговаривать на эту тему. Мой тренер не хотел, чтобы я принимал участие, так как это коротко. А тренер почему? Мы тренируем бокс с уклоном в ММА. Вот. Мой тренер не хотел, чтобы я принимал участие на столь коротком уведомлении, так как я не был готов для этого. Я за день для этого делал кроссфит. Хорошенький такой. Наш тренер любит, чтобы мы сильно попотели. И чтобы на следующий день у нас сильно болело тело. Вот. На следующий день у меня как раз таки сильно болело тело. И тренер говорил мне, что не надо. Я его уговорил. Сказал, что полностью отдамся. И будем делать ветер. В итоге тренер мне сказал, давай, ладно, рискнем. Первый и последний раз. И вот мы поехали на топ-дох. Без каких-либо... Шансов на победу? Нет. Без каких-либо сомнений. Я лично ехал без сомнений. Мой тренер не знал. Я думаю тоже без сомнений. Угу. Вот. Ты мне скажи, ты кто? Ударник, болец, может быть... Ты как? Ты выступал где-то по единоборству вообще? Да. Выступал. Я в единоборствах... Вот, жмай. В единоборствах я всего полтора года. Чуть-чуть больше. Так-так, а сколько тебе лет? Мне 23. Тебе 23? То есть ты в 21 год начал заниматься единоборствами? Да. И вот сейчас уже пришел и берешься в кулачный боев. Сколько у тебя в кулачных боев? Два. Два боя? Два боя. Две победы. И две победы. Так-так? Ну, рассказывай. Вот. В единоборствах я полтора года. С прошлого сентября я начал заниматься единоборствами. Решил, так сказать, себя проверить. Так-то за этого у меня уличный опыт неплохой был. И я решил себя проверить на спортивных соревнованиях. То есть ты часто дерешься на улице, правильно? Я часто дрался на улице, потому что я маленький такой. В курточке не видно, что я атлетического телосложения. И к тебе все приставали? И ко мне все приставали, все меня били. Первый день. То есть как это выглядит? Подходит тебе, говорит, чувак, дай закурить, а ты... Ну, что-то подобное. Типа, слышь, малой, я тебе сейчас там ушатаю. Я им говорил, слышь, типа, кого ты там малым назвал, и т.д. и т.п. В общем, они меня били первыми. Потом я им всегда отвечал ударом. И пацаны сразу все падали. Вот из этого можно сказать... Не смотря на то, что у тебя нет никакой техники. Да, не смотря на то, что у меня нет никакой техники. Но это не было. Не было, не было. Сейчас уже что-то есть. Я на те моменты занимался пауэрлифтингом. У меня КМС по пауэрлифтингу. Ага, вот в чем фишка. Вот в чем фишка. При весе 63 килограмма, на данный момент, ну, на данный момент 63 килограмма, я сотку жму на два раза. Ага. А до этого я жал 110, становая тяга 170 и присед 137,5. В общем, это у нас в ДНР КМС. Я пошел на тренировки в свой спортзал, который находился рядом с домом у меня в Макеевке. Ага. Называется спортзал этот Македон. Туда я пришел для той цели, чтобы проверить себя на соревнованиях. Отзанимавшись два месяца, я пошел на первое соревнование по кикбоксу. Занял второе место. Занял второе место. Отлично. После этого я выступил по боевому самбо на чемпионате ДНР, в отбор в сборную. Те, кто пойдут на Россию. Хотел поехать. Просто. Это было три месяца по боевому самбо, когда я выступал. Занял третье место. Вперед. Нажимай. Там я понял, что я ударник. Там я сделал красивый нокдал во второй битве своей. После этого, после боевого самбо был рукопашный бой. Я на рукопашном бою провел четыре поединка, три из которых выиграл. И тоже там понял, что я ударник, так сказать, с маленьким боевым опытом, но ударник. Занял я там третье место, так как я второй поединок проиграл, а все остальные три выиграл. Из этого я занял третье место. Мне там дали разряд по рукопашному бою. Первый взрослый. С первых моих соревнований я получил первый взрослый разряд. Это вот все за два года, да? Ну да, за полтора. В общем, я за полтора года успел выступить по рукопашному бою. Призер ДНР рукопашный бой, призер ДНР кикбокс, призер ДНР боевое самбо, 1-0 по ММА любительскому. Ну, то есть у тебя достаточно богатый уже опыт. Да, и Fight Nights, кулачные бои. Да, я играл в первом раунде. И ТОП ДОК. Последний бой провел с решением выиграл. Был очень сложный поединок против Адама Самбиева. До этого я не был с ним никак знаком. А вот познакомились? Познакомились с ним отлично, хорошо. Поработали, мне понравилось. Сильный соперник был. Он меня ошеломлил, на самом деле, когда я с ним начал драться, он меня ошеломлил своими длинными руками. У него очень длинные руки, наверное, на сантиметров 10 больше, чем у меня. И на ногах он отлично работает. Так сказать, как мы с ним потом поговорили, он мне сказал, 10 лет боксом занимается. Вот. В первом раунде мы с ним, насколько мне известно, у нас было 9-9 по очкам. Угу. Второй раунд для меня был очень сложный. Во втором раунде он мне сломал нос. У тебя нос сломан? Был, да. Вот после боя. Уже все нормально. Зажил. Угу. Я об него сломал палец во втором раунде тоже. И, насколько я знаю, 10-8 по очкам я второй раунд проиграл. Угу. В третьем раунде мне тренер говорит, этот раунд надо забирать. И ты выиграл. Угу. Угу. Было. То же самое? Практически то же самое. Но, так сказать, я не знаю. По-моему, я ему раздробил этот... Глазовую кость забыл, как это называется. Ой, серьезно? Да. У него была операция, да. Ему операцию потом сделали? Да. Я прямо ездил в больницу, мы с ним пообщались. И мы сделали операцию. Ему еще до меня кто-то засадил, там у него что-то с ней было. А вот после меня у него там раздроблено... Как же это кость называется? Да я не помню, как там кость. Ты мне скажи, сколько стоит такая операция? Я не знаю, я не интересуюсь. Ну, наверняка это как бы недешевое удовольствие. Я не знаю. Надеюсь, ему топ-дох все оплатил и все сделал. То есть топ-дох помогает бойцам? Да. Если что-то там... Я такое слышал, да. Ну, я думаю, помогли. То есть не то, что там вы за свой гонорар потом лечитесь. Да. Должно так. Это хорошо. Лично мне пришлось на лечение потратить две тысячи на таблетки всякие, на вот эту штуку. Таблетки от головной боли? Таблетки от какой-то там боли. Для заживления кости, может быть, на пальце. Но мне лечение оплатил мой спортивный клуб. Отлично. Хочу выразить большую благодарность моему спортивному клубу «Велес», генеральному директору, тренерам своим и Виталию Медле Викторовичу. Красавцы. Да. Так, а между делом у нас одна рука готова. Между делом, да. Я чувствую, что она пушечная готова. Лежим кулаком. Смотрите, здесь подушка очень маленькая и тейпом мы использовали, ну, плюс-минус 6 метров получилось на одну руку. Все остальное пойдет на другую. Рука готова убивать людей. Ну, давайте попробуем. Делать отдельные. Опа. Ну, как? Классно. Подушку можно было больше сделать, чем вот здесь? Да не, мне кажется, идеально. Круто. Удобно очень. Ну, вот такой способ обычно идет в UFC и в Беллаторе. Единственное, что подушку иногда делают больше, но всегда нужно понимать, что чем больше подушка, тем удар будет слабее. Так что, получается, ты именно в UFC тоже будешь? Ну, если ты пойдешь в UFC. У тебя планы дальше в ММА развиваться или в кулачном боях? Да. Ну, сейчас мы заберем для начала концов в топ-доге. Ага, ты планируешь высшую награду получить? Да. Я думаю, выиграю еще 2-3 боя, мне дадут чемпионский бой. И будем забирать перси. После этого я планирую выступить по ММА по любителям пару раз. И после этого уже думаю по профессионалам выступать в Fight Nights. Fight Nights? Да. Когда я там заберу пояс тоже, то уже можно двигаться дальше. И еще не знаю. Нам нравится больше в ММА или мне нравится в кулачке? Сложный вопрос. Где бы ты хотел больше развиваться? просто ну мечтал меня и все конечно хочется там забрать пояс кулачные бои это так сказать что-то новое и крутое я этого и того получил большие эмоции я даже не знаю мне хотелось развиваться и там и там сразу но все в твоих руках на я буду развиваться и там и там сначала заберем перстень потом пойдем мы когда закончим сыном и все то возможно вернусь в кулаки опять мы на этом закончим наш выпуск с вами был виктор тихановский и николай терехов желаем всем здоровья подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии чтобы вы хотели увидеть может быть у вас будут какие-то вопросы николай можете задать их и мы обязательно на все вопросы ответим всем пока